Ну что, давайте поговорим с утра пораньше. Я сижу в кофейне, после того, как провела ребёнка в сад, на улице уже почти рассвело, вот, кофе так сниму. О чём поговорим? Поговорим обо мне. Поговорим обо мне. Итак, значит, я хотела вам рассказать о том, какая я нехорошая. Мне вчера какая-то долбанутая женщина ВКонтакте написала опоздавшее поздравление с днём рождения и пожелала быть добрее, сучка крашеная. Это очень оригинальное поздравление, да? Ты, типа, хочешь обосрать человека, но делаешь это очень изящно. Поздравляешь его с днём рождения и, как бы сказать, желаю вам быть добрее к людям, сука крашеная. Ну, знаете, я таких лицемеров терпеть не могу. Это вот, знаете, это такие люди, которые вот тебе в лицо улыбаются, обнимаются с тобой, целуются, а твари вот в душе держат какую-то, как сказать, агрессию. И ведь они же сами, твари, не признаются в этом. Даже сами себе, что они такие вот сучки крашеные, понимаете? Ну так вот, вот сегодня я хотела поговорить именно об этом. О том, что я таких людей не люблю. И вообще я человек очень честный. Я могу быть и добрым, я могу быть и злой, как и все люди. Но что меня отличает от других людей? Я человек прямолинейный, я человек открытый, честный. И никогда я не буду заниматься жополистом и лизоблюдством. Вот как вот эти людишки. Я никогда этим занимаюсь, нет, хотя я этим занималась, вру. Но я всегда это делала настолько мерзко, чтобы человек, которому я подлизывала, чтобы ему самому мерзко стало. Да, я помню, я так делала. Ну вот. Ну, откровенно, как бы сказать, преувеличено, чтобы человек прям почувствовал, что вот. Потому что так есть такие люди, да, которым нравится это все жополистство. Они сами жопу подлизывают другим. Вот, лицемерят в глаза, в лицо улыбаются. Ну, такая американщина, да. Это улыбаешься, да, человеку, а сам это думаешь, ах ты сволочь, ах ты тварь. Вот. Ну, или вообще, как бы сказать, думаешь, да пошел ты в задницу, да, мне на тебя плевать. Вот. Я не такой человек. Я просто не буду общаться с людьми, которым мне не нравится, и улыбаться им не буду. Я помню, когда я была подростком, училась в школе, в классе, так, наверное, в восьмом, да, наверное, восьмой класс закончила. Я там сидела за партой с такой девочкой Юлией Яковлевой. И вот мы с ней записались, какой-то кружок к нам приходили, в школу приглашали, значит, кружок Альтер-Эго назывался. Его вела женщина-психолог в Доме офицеров. Кстати, эту женщину я видела сейчас в ВКонтакте. Она вроде даже как-то, как психотерапевт, не знаю, но я думаю, что она просто психолог на самом деле. Вот. И она там тоже какие-то лекции читает где-то там. Вот. Ну, не суть. И вот, значит, в этом кружке Альтер-Эго у них была такая фишка. Вот приходишь, все так улыбаются, обнимаются. Господи, как меня это бесило. А моей однокласснице-подружке Юле это очень нравилось. Вот ей прям кайфово было. Я приходила туда и думала, господи, ну, эти не притворяются. Ну, это сразу видно, что они притворяются. Они просто играют какую-то социальную, по социальному шаблону, да? Вот. Это же не искренне все. Мне так это было противно. А Юле нравилось. Я прекратила туда ходить именно по этой причине, что мне это вот не нравилось. Вот эти объятия неискренние, наигранные, да? А ей это очень нравилось. Она продолжала туда ходить. Вот. И как бы сказать... И у меня так по жизни и складывалось, что... Кстати, меня это Юлия Яковлева потом возненавидела почему-то. Вот реально возненавидела. После окончания школы. Вот. Но я, знаете, с чем это связываю? Это идет на энергетическом уровне. Вот такое взаимодействие. Я потом стала это по жизни замечать, что вот такие люди притворные, вот такие лицемерные, которые играют по каким-то социальным шаблонам, изображают какое-то поведение определенное, да, которое выгодно в обществе. Они от меня просто сторонятся. Почему? Потому что я для них как зеркало. Они как в меня, вот если они со мной начинают общаться, они смотрятся вот в зеркало и видят все свои пороки, все свои вот эти вот скрытые стороны, лицемерные, вот эти вот лживые, наигранные, что внутри-то у них, как и у всех людей, у всех людей внутри есть и злоба, и зависть, и доброта, и еще другие хорошие качества, да, и плохие хорошие, короче, вкупе свои, да, вот, но им так хочется быть хорошими, им так хочется быть хорошими, они даже себе не готовы признаться, что они вот, как бы сказать, да, могут быть разные. И вот такие люди меня избегают до сих пор. Среди, вот когда я говорю, что люди плохие, да, но вот среди моих знакомых, друзей, он, плохих людей нет, потому что все плохие, они со мной не общаются, вот такие вот, лицемерные, лживые, они меня избегают, потому что, ну, со мной они не смогут общаться, потому что вся вот эта вот наигранная их картинка, их мир, он рухнет. Со мной-то надо быть честной, открытой, да, вот, настоящим надо быть со мной человеком, потому что я настоящая, да, а им очень нравится играть какую-то роль, вот. Они себя обманывают. Вот. Да, так было всегда. Вот эти люди всегда меня избегали. Да, я только потом это поняла. И вы знаете, я всегда чувствовала, я всегда чувствовала вот на каком-то чувственном уровне вот этих людей, людей, которые внутри, у которых вот какая-то есть, ну, как сказать, злоба такая, затаённая, вот они внешне играют роль какую-то, а внутри вот этого у них какая-то вот кастинка есть, да, я таких людей сразу раскусывала. Я всегда вот их чувствовала. Вот. Встречаюсь с человеком, и мне внутренний голос говорит, слушай, что ты в этом человеке не совсем чистая? Вот он может подлянку тебе какую-то сделать, он может что-то сотворить себе. И вы знаете, так всегда и получалось. Этот человек всегда потом подтверждал мои предположения по поводу своего плохого характера, вот, по поводу того, что он может выкинуть, вот. Ну, вот и говорю, среди моих знакомых и друзей таких нет. По поводу того, кому я должна быть добрее, вот у меня вопрос, кому я должна быть добрее? Вот как массе, да, кому? Может быть, мне надо быть добрее к врачам, которые получали повышенные зарплаты два года, и потом навязывали прививки? Или к работодателям, которые точно так же принуждали своих сотрудников колодца? А? Может быть, к людям, сотрудникам военкоматов, которые разносят повестки? А? Ну, конечно, их же всего лишь просто заставляют. К ним мне нужно быть добрее, а? Кому? Которые бездумно приказы выполняют? Кому мне нужно быть добрее? Нет, для меня люди всегда будут... Нет, займите, люди очень злые. Очень злые. Надо быть добрее? Нет, я всегда... Мне взятое всегда отношение ко всем людям. Я всегда смотрю на людей как источник опасности. Да? Да, это так. Человек – это тоже определенный зверь. Животное. Самое интересное, что все мои знакомые, мои друзья, они знают меня как человека доброжелательного, открытого, со своим характером. Но они знают, что я никогда им не пожелаю ничего плохого. Я никогда им не позавидую. Мне всегда можно что-то рассказать. Я всегда порадуюсь искренне за их какой-то успех, да? За их радостные события. Но если в моем окружении появляется человек, который мне хоть чуть-чуточку, вот чуть-чуточку напакостил, все. Я думаю, что, знаете, можно провести параллель со знаками зодиака, хотя я в них не верю. Вот эти, знаете, знаки зодиака, год рождения. У меня жена зодиака – скорпион, а год рождения – змея. И у этих, как сказать, животных, у них же тоже такие повадки, что пока их не трогаешь, они ползают, и все хорошо. Делают свои дела. Только их немножко трогают, все. Брызгут ядом на всех окружающих. Вот у меня та же сама фигня. Попробуй только меня немножечко тронь пальцем. Все. Я в покое свою жертву не оставлю. И вот я когда видео снимала про этого Андрея, да, мне муж мой говорит, слушай, ты как-то перебарщиваешь видео, получается так, что не он тебя преследует, а ты его преследуешь. Да. Да. Я не жертва. Я не жертвую. Если кто-то попытается меня тронуть пальцем и сделать из меня жертву, мы сразу поменяемся местами, и жертвой станет тот человек. Потому что я буду получать искреннее удовольствие от того, чтобы зачморить и замучить того, кто причинил мне хоть малейшее зло. Ну, не только мне, но еще и моей семье. Поэтому я сама даже в этом году смотрела эти видео, где я там Андрюшеньку нашего обкакивала. Я сама себе поражалась, думаю, ну, нифига, ты как маньячка просто говоришь. Да, да. Это свойственно моему характеру, чтобы когда, если меня хоть пальчиком кто-то трогает, я сразу начинаю нападать. Я превращаюсь в преследователя. Ну, если, например, проводить параллель с треугольником Карпмана, да, там вот этот вот жертва, преследователь, агрессор, да, мне всегда нравилась роль агрессора. То есть у нас есть люди, например, которым нравится роль жертвы. Вот люди, есть такие люди, которые кайфуют от роли жертвы, и они никогда не примут, как бы сказать, ну, нет, они, конечно, могут, там же меняются роли, да, там с разными этими участниками, скажем так. Ну, если, как бы сказать, вот так просто отстраниться в одной плоскости, взять ситуацию конкретную, есть люди, которым кайфово от состояния жертвы. То есть если они выступают агрессором, им плохо, вот прям вообще. Им легче быть жертвой. Мне нравится быть агрессором. То есть если я хоть капельку почувствую, что меня кто-то хочет обмануть, причинить мне какое-то зло физическое, финансовое, другого характера, да, сразу же, моментально я превращаюсь в агрессора, и получают от этого глобальное вообще удовольствие от того, что я буду свою жертву чимырить, унижать, мучить, ну и так далее. Да, да. И жертвы я никогда не буду. Никогда. Нет, хотя у меня был, конечно, период, когда я впадала в это состояние, это вот после родов. Да, это вот после родов. Почему я и дошла тогда до панических атак? Потому что вот это вот было состояние жертвы. Жертвы. Ну, какое-то такое вот нежелание брать ответственность. Такое вот состояние. Ну, да, это жертва. Да, это действительно жертва. Жертвы. Ну, вот так. Заиньки, вы посмотрите, это что такое? Это что такое? Это мы... Я в шоке, заинька. Я просто в шоке без комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!